Продолжение следует... А речка нам приготовила чудо-фюрприз. Вот такой вот. Более пяти лет жители Любимовки пишут во все инстанции по поводу безобразия на пляже Любимовка-2. Речка портит весь пляж. И вот какой ответ мы получили от Департамента природных ресурсов и города Севастополя. Для возвращения руссореки в ее природное естественное положение мы предлагали прокопать его, как делалось раньше в советские времена. Но нам пришел ответ. Представляемый в обращении вариант недопущения наводнения поселка Любимовка, а именно прокопать руссореки Бельбек до выхода в море, предполагает изменение устьевой части естественного руссореки Бельбек, что может привести к нарушению естественных руслоформирующих процессов. В этом году даже было проведено специальное заседание ГДАКного собрания города Севастополя с представителями Департамента природных ресурсов, экологии города Севастополя, Департамента городского хозяйства города Севастополя, ГКУ города Севастополя управления по эксплуатации объектов городского хозяйства, а также членами ветеранской организации Гранизона Бельбек. Был рассмотрен вопрос разрушения инфраструктуры пляжа Любимовка-2, вследствие разлива реки Бельбек и неготовности пляжа к летнему сезону. Это письмо было отправлено правительству Севастополя. И вот какой мы получили ответ. В сущности, в ответе ничего не сказано потом, что будет заниматься свечкой. Просто описка. Написано следующее. В связи с возникновением обстоятельства непродолимой силы затопления территории пляжа в связи с изменением роста реки Бельбек между оператором пляжа и заказчиком, заключено дополнительное соглашение 25.07.23 к договору по благоустройству пляжа. Здесь предусмотрено просто благоустройство пляжа на территории, не затронуто разливом реки. А что делать с рекой? Ничего не ответили. Я сегодня на море. Вот нашелся маленький интервал между дождем. Третий день дождь поливает. Наверняка должны быть изменения на пляже. Почему? Потому что обещали шторм. Шторма нет. Море спокойное. А вот дожди в горах три дня должны повлиять на русский реки Бельбек. Посмотрим. Пока смотрим береговую черту. О, видите, рекорд недолго продержался. Уже речка смещается назад. Это вот где была сделана вторая волейбольная площадка. Уже здесь выход. Вот эта часть русской реки. Как раз напротив, там где заканчивается профилактория летная. Течение быстрое. Пойдем посмотрим туда. Что-то там подозрительно. Тебе как будто прокопали, что ли. Или вода сама пробила. Пойдем посмотрим туда. Вот там, где ребята стоят. Там обычно она выходила в море. Вот так делается новое русло. Людей уже на поле подтапливает. Они сами решили бороться с подтоплением. Я тоже немножко похож. Будем говорить так, что это среднее русло, которое входит в море. Первое я вам показал возле Любимовки. Возле пляжа номер 2. Центрального. Там где профилактория. Это второй очень сильный поток здесь идет. В море вычищает. Для того, что здесь была дамба небольшая раньше. И вот сопротивление воды откидывает в море. И хорошо пошло. Сейчас бы здесь прирыть, прикопать, и вся вода ушла вот туда вот, где ребята стоят. Там тоже уже пошла пробивать. Эти двое, вот эти вот двое, как раз на том месте, где речка начинает спадать в море. Вот туда вот пошла. Ай, красавчики. Ай, красавчики. Ай, красавчики. Вот он мой ручеек. Хотел закончить съемку и показ, но пока шел назад, увидел, что там еще усилилось течение. Вот тот самый третий, что вытворяет. Будем надеяться, что речка вернется в свое русло. Хорошо бежит там, хорошо. Ой, хорошо бежит. Не сглазить бы. А вот теперь точно конец. Спасибо всем за внимание. Ставим лайки.